Всем привет! Это мой новый влог из Дубая. В нем мы с вами будем гулять, посещать рейстики, и я покажу наш номер, а также расскажу, что сколько стоило. А еще мы сходим с вами в музей современности, где искусственный интеллект специально для меня на основе моего характера создаст духи. Прикольно, правда? Но сначала в качестве предыстории я расскажу основные события, которые произошли со мной еще до вылета в Эмираты. Во-первых, мне установили брекеты, и именно поэтому вы слышите, как я начала шепелять. Признаюсь, мне вообще было непросто на это решиться, и особенно сильно я переживала уже в день установки первой верхней челюсти. Я поняла, что у меня что-то инородное будут вставлять в рот, что с этим придется так долго ходить. Появилась какая-то небольшая такая паника. Готовы видеть мои брекеты? Всю верхнюю челюсть сдавливает, стягивает. Кушать неприятно, больновато. Вторая новость заключается в том, что за день до вылета в Дубай мы выехали из нашей квартиры в Москве, которую снимали на протяжении года. И третья новость. На тот момент мы не нашли другую квартиру, которая нам подходила бы по всем параметрам, и поэтому последние вот эти сутки до самолета ночевали в отеле. На утро проснулись, поехали в аэропорт и летели в другую страну, по сути даже еще не представляя, где мы будем жить, когда вернемся обратно в Россию. Когда я собирала чемодан, первым делом положила вот этого портативного малыша. Это ирригатор для очистки полости рта от бренда Юсмайл. Он беспроводной, очень компактный, но в то же время его резервуара хватает для полноценного очищения. Устройство полностью водонепроницаемо, легко моется и имеет 4 режима. Мягкий, стандартный, массаж и мощный. Очень удобно, что одного заряда хватает на целых 3 месяца работы ирригатора. В комплекте были самоустройства, 3 разные насадки, зарядка и инструкция. Данный прибор обладает высокой способностью притечать труднодоступные зоны между зубов. Продукция Юсмайл сертифицирована и удостоена множества наград. Благодаря ирригатору Юсмайл вы сможете не нарушать тщательное очищение зубов даже в путешествиях и поездках. В Дубае мы остановились в отеле Миллениум Плаза Донтаун. Занесли вещи, приняли душ и сразу пошли гулять. После перелета дико хотелось кушать и, несмотря на наше намерение правильно питаться в этой поездке, в кафе были заказаны две турецкие шаурмы. Когда нам их принесли, мы поняли, что можно было заказать одну такую порцию и вдвоем объесться. Что? Зайдем внутрь, я кафе возьму полчаса, работает еще ТЦ. Какая? Вот эта. В чем за кофе? Можно здесь пока поснимают и сходишь? Ну нормально, ты не потеряешь. Ну хорошо, давай. Здесь. Сейчас интернет работает? Нет. Ладно, пойдем. Ты потеряешься без меня, пошли. Потеряешься или потерял, или потеряться. Сегодня мы исключим. Сейчас я вам покажу, какой потрясающий просто вид из номера. Приехали не то, чтобы прям чилить, как это было в прошлом году, то есть это не прям какой-то отдых, мы здесь все равно работаем, сидим за ноутбуками какое-то время, потом гуляем. Короче, просто, наверное, больше какая-то смена обстановки. Если в прошлый раз мы катались на мустанге по пальме, ездили в популярную мечеть в Абу-Даби и даже летали на вертолете, то в этот раз в основном работаем в разных прикольных кафешках и много гуляем пешком. Даша выбрала какую-то очень красивую кофейню в стиле тропиков, что ли. В стиле тенниса большой. Еще есть аккорды, где играют в теннис. И вот туда выйду прям, уже какая-то красивая вот эта вот дорога там. В музей будущего, на который выходят окна нашего отеля, билеты нужно покупать заранее, за несколько месяцев, чего мы, конечно, не сделали. И, в общем-то, не очень из-за этого расстроились, потому что об экскурсиях там в интернете много отрицательных отзывов в стиле ожиданий не оправдались. Но в холл на первом этаже бесплатно могут попасть все желающие. Тут довольно красиво и летает вот такой серебряный приколдес. А еще мне написали, что здесь искусственный интеллект может сгенерировать индивидуальные духи. Чтобы сделать эти духи, надо сначала ответить на список вопросов, которые мы получили по QR-коду. На заполнение анкеты у меня ушло около минут 15, и некоторые из вопросов заставляют задуматься, а некоторые термины я вообще, если честно, не знала. И надо было погуглить сначала, например, что такое кики и буба. Как бы ты описал мой стиль? Бизнес, хипстер, прэппи, классический повседневный, спортивный, городская, модный рокер, богемный, хиппи, панк, старинный или арси. Красотка. Нет такого варианта ответа. После изополнения анкеты сайт выдает три варианта духов с подробным описанием составов. Персик. О, мне, наверное, второй понравился. Теперь остается оплатить 160 дирхам, и вся эта установка начинает автоматически работать. Продолжение следует... Прикольно. Прикольно, но они изменились в моменте вообще. Прикольно, я слышу. Третья невкусная. В остальном в этом холле продаются разные сувениры, и есть небольшая кафешка. Кофе в ней стоит около 20 дирхам. Мне понравились первые и вторые духи. Третьи, откровенно говоря, не очень. Как будто бы там много запаха какой-то кожи. Лайфхак. Смотрите, все фоткаются там, у музея. Здесь вообще никого нет, а вид потрясающий. Просто большая часть музея видна. Клевый очень ракурс, пальмы. Само здание музея, конечно, уникальное. Его хочется рассматривать. И знаете, каждый вечер, смотря на него из окна, я находила для себя что-то новое. Например, не с первого раза заметила, что на крыше есть смотровая площадка, а внизу есть прикольные круглые окошки. Покушать зашли в кафе какого-то отеля недалеко от нашего. Заказали салат и вот такие тефтельки. Счет за эти два блюда вышел на 135 дирхам. Видите, 100 рублей полетело по воздуху. Здесь тоже 10 рублей. Забираем. Сейчас попробую, что я такое приготовил. Чисто на ПП. Ну вот с понедельника точно. Наш отель находится относительно недалеко от башни Будж-Халифа. И когда мы приехали в первый день, вышли из номера, пошли гулять, мы уже минут через 10 ее видели со своего района. Но казалось только, что до нее вот еще минут 20 дойти, и мы будем у нее. Но навигатор показывал, что пешком еще минут 35, поэтому мы поехали на такси. А уже на следующий день мы ездили на метро. И в принципе путь недолгий. Весь путь занял, наверное, минут 20. Может быть больше, потому что мы заблудились немножечко в Дубае-Моле. Там есть какой-то более короткий путь. Сейчас мы едем в район Дубай-Крик, хотим полюбоваться этими высотками издалека и сделать классные фотографии. Что? Хорошо, что у меня с собой была рубашка, потому что я довольно ветрена. Ну, с какой-то периодичностью. Сейчас, например, я иду в ветре. Нет, абсолютно. Но несколько секунд назад он задувал нормально, что становилось прохладно. У меня вообще здесь в Дубае какая-то проблема, что я очень часто мерзну. Очень холодно в такси, в холлах, в отелях. Когда вот такой ветер тоже. То есть, по сути, может быть на улице сегодня 29-30 градусов, но из-за того, что порывами такой ветер, может не ощущаться такая высокая температура. Кажется, что прохладнее. Прежде чем как покушать, мы обязательно делаем проверку всех салатов на привлекательность. После этого только можно есть. Ну, очень вкусно. Вот такой какой-то с перчинкой. Если сравнивать со всем, что мы ели за последние две, это самое вкусное, по-моему. В целом, этот район похож на Дубай-Марину, но здесь намного меньше людей. Точно намного меньше туристов. Нет какой-то суеты. Все-таки спокойные, медленные. Кто-то гуляет с детьми, с собаками, выходит на пробежку. Виден весь Дубай на закате. Это просто потрясающие виды. Когда солнце с той стороны подсвечивает все эти башни, это выглядит просто нереально. Прогулявшись по вечернему Дубай-Крик, мы заехали в отель, переоделись и отправились снова к самой высокой в мире башне. Для вызова такси мы почти постоянно пользовались Яндексом. Он здесь прекрасно работает. Колоссальная разница только в том, что в Дубае в этом приложении нет экономы или комфорта, как в России. А только бизнес, премьеры выше. При заказе бизнеса чаще всего приезжают Лексусы, один раз за нами приехала Тесла. Можно, конечно, пробовать ездить с таксистами, которые повсюду стоят и предлагают свои услуги, но цена у них не всегда ниже, чем в этом приложении, поэтому лучше сравнивать. У башни нас встретили знаменитые поющие фонтаны. Когда я видела их впервые в прошлом году, у меня, честно говоря, даже слеза немножечко выступила от восторга и всей увиденной красоты. Те минуты, когда фонтаны поют, еще и башня начинает светиться. И все вместе выглядит, как настоящее грандиозное шоу. А теперь идем в один из этих ресторанов, чтобы покушать и наслаждаться следующим представлением фонтанов уже с небольшой высоты, сидя за столиком. Нам очень понравился этот ресторан. Отдельно отметили вишневый кебаб. Просто даже само сочетание очень интересное. Утром мы отправились в красивое кафе Суани, которое находится в районе Джумейра, чтобы поработать за ноутбуками. Заказали кофе и горячий шоколад на 58 дирхам. Здесь, конечно, очень миленько. Как только я начинаю говорить в кафе, сразу блендер включается, самолет пролетает. Здесь, конечно, очень миленько, но вай-фая нет. А ты что заказал? Это тоже кофе? Короче, расскажи. Кафе не разбавляется ни сахаром, ни холодной водой, ни молоком. Это серия вспышителя телетелей. Это V60, она прям заваривается. Вот прям попробуй, она настолько мягкая, ты как будто вино пьешь. Может быть, тебе такой кофе будет нравиться. Пошла игра. Я не понимаю вообще, как ты пьешь что-то, кроме капучино. Это же просто что-то очень горькое. Мне нравится эстетика кофе, эстетика вина, но я этими напитками не могу наслаждаться. Какой-нибудь эспрессо, я не смогу его пить. Ну, эспрессо, я и не не могу. Американо не смогу. Обломавшись планами поработать из-за вай-фая, мы погуляли по местности, проголодались и пошли в другое заведение. Что, мы уже пришли, хочешь сказать? Да. Это хижина. Это кафе? Это место оказалось очень нетипичным и довольно уютным. В этом небольшом здании сколлаборированы кофейня и разные мини-магазинчики. Например, тут можно купить винтажную одежду, предметы интерьера, украшения или кофе. В кофейне меню постоянно обновляется и упор сделан на здоровую, полезную еду растительного происхождения. Мы заказали чай, две питы и салат. И в очередной раз убедились, что в этом городе можно заказывать одну порцию блюда на двоих. Ну, просто посмотрите, какие они огромные. Так объелись, что места в животе для десертов не осталось. А говорят, они тут тоже оригинальные, вкусные, да еще и полезные, без сахара и вреда для фигуры. Гадай, Леш, если бы у меня был выбор стать деревом, каким бы деревом я стала бы? Понятно. А почему ты так смотришь, как будто бы тупой вопрос? То есть спрашиваете меня, каким бы выбрало пирожное у меня быть? Я меня не спрашиваю. Ты вчера спрашивала? Ладно, отвечу тебе на твой вопрос. Если бы при каких-то обстоятельствах мне пришлось достать дерево, то я бы стала бы пальмой. Они такие красивые. Представь, если бы Дубай был без пальма, то уже был бы не Дубай. Скольное место здесь. И у нас сложилось ощущение, что только мы знаем про это место. Почему ты опять повторяешь за мной мои стороны? Это мы вырежем. Ты крадешь мои сторисы. Второй день к нам подходит охранник. Когда мы были в Дубай, Крик из-за того, что я его случайно сфотографировала. И он просил удалить эти фотографии. А сегодня, если мы правильно поняли, он имел в виду, что сейчас пока нельзя снимать. Из-за того, что там пока что-то недостроено. Вообще в Дубае довольно строгие законы по поводу съемки и фото, и видео. Но в то же время они непонятные. В первые дни я из-за этого не носила с собой камеру. Наверное, не так телефон бросается в глаза. Да, все ходят, снимают на телефон. А вот камера, хоть она у меня и маленькая, но привлекает внимание. Из основных таких правил это то, что нельзя снимать в аэропортах или в аэропортах. Нельзя снимать мечети, правительственные, вот эти здания местных жителей. Да и не местных тоже. Вообще, типа, людей лучше не снимать здесь. Вряд ли будет такое, что вас сразу оштрафуют. Хотя, не знаю, если вот прям какие-то, типа, сотрудники, так скажем, полиции увидят, что идет съемка. Не знаю, как они будут действовать. Но, по крайней мере, если охранники это замечают, они подходят и просто просят удалить эти кадры. Если сомневаюсь, можно ли где-то снимать, то подхожу и спрашиваю, можно ли использовать мне мою маленькую камеру. Когда мы были в музее будущего, охранник отреагировал так, что, о май гад, какая большая камера. Типа, конечно, можно. Это какая-то мыльница. Снимайте, пожалуйста. То есть он сказал, что нельзя снимать именно на такие большие профессиональные камеры, там раскладывать штатив. И мы видели, как у этого же музея будущего кто-то раскладывал штатив, чтобы там себя заснять или сфоткать. Подошли тоже охранники и попросили убрать. Короче, на этой неделе поводом для подколов от Леши, похоже, станет тот факт, что я нашла в интернете информацию о дизайн-дистрикте. И разрекламировала ему это городское пространство как место, где можно увидеть какие-то необычные дизайнерские решения. Вот так вот я ему сказала. И интересную архитектуру. А по факту мы увидели вот это. И вот это. Ну, еще вот это. Леша, там будут отличные дизайнерские решения. Для архитектора вообще кари. Ну, прям ничего сверхъестественного здесь нет. В нем можно было бы сделать пару прикольных кадров. В этих локациях. Но сейчас мы уже чуть-чуть погуляли и поедем еще куда-нибудь. Кажется, у меня есть видео этой башни с каждого дня, что мы в Дубае. Ну, а как ее, блин, не снимать? Она же такая красивая. Нашли этот ресторанчик, откуда башню очень хорошо видно. Сидели, пили чаек и созидали. Утро у нас началось с того, что мы проспали завтрак. Поэтому завтракали мы вот такой полезной едой. Зато с каким прекрасным видом был этот завтрак. Я полдня собиралась. Сейчас уже часа четыре. И мы выезжаем в Дубай-Марину. Общий путь от нашего отеля составил где-то 20 минут. Но ехали мы по платной дороге. Сейчас посмотрим, сколько выйдет по стоимости такси. 83 дирхама стоило такси. Сейчас мы пройдемся по набережной. Потом пойдем в Булли-Ватерс. На таком кораблике мы плавали в прошлом году, в мой день рождения. И я, наверное, навсегда запомнила эти потрясные картинки. Прямо как из карты желаний. В высотках отражалось яркое солнце. Рядом летали чайки. А после заката открылись не менее красивые виды. Приколом для нас, конечно, тогда стало то, что там мы заказали во время плавания бутылку вина за 7 тысяч. И Леша еще сказал, типа, давай, хоть нормального вина попьем. А потом мы погуглили, и оказалось, что в наших российских магазинах это вино стоило около 350 рублей. Да, вот так с алкоголем в Эмиратах все строгое. В целом не везде продается. Там, где продается, стоит обычно недешево. Эти зубки будут тоже. Я просто сейчас тебе покажу картинку, давай. Мой мармеладный кошка там-да-пам. Вообще, когда в первый раз в прошлом году мы летели в Эмираты, я прям гуглила, что лучше брать с собой из одежды. Потому что я думала, что все-таки Эмираты это такая страна, где колени там должны быть закрыты, плечи тоже. Но на самом деле ощущение, что Дубай, он как будто бы не относится к этим законам. Потому что здесь достаточно много девушек ходит и в коротких шортах, юбках, в платьях. Наверное, это из-за того, что все-таки Дубай, он такой более туристический. Возможно, где-то на окраинах. Там уже действительно нужно заморачиваться в этом плане. Там вдали самое большое в мире колесо обозрения. Именно к нему мы сейчас и пойдем через мост. Находится оно на рукотворном острове Блюотер. Для нас, кстати, было удивительно узнать, что оно не работает. Если верить гуглу, то после открытия в октябре 2021 года колесо функционировало всего 5 месяцев и потом по каким-то причинам закрылось. Кто-то говорит, что оно создавало вибрации, разрушающие землю. Кто-то говорит, что неправильно рассчитали нагрузку при строительстве. Но на официальном сайте однозначного ответа нет. Лишь сказано, что над ним ведутся технические работы. Блюотер с очень красивым вечером и днем. Здесь много кафешек, ресторанчиков с верандой на втором этаже. В одном из них мы в этот раз заказали 3 блюда и простую воду. Чек вышел, как думаете, на сколько? Примерно на 14 тысяч рублей. Но, 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 половина этой суммы это стоимость кальяна, которую мы также тут заказали. Дальше мы немного погуляли, купили кофе, горячий шоколад и начался салют. Да, я совсем забыла упомянуть, что мы прилетели в Дубай как раз в даты Рамадана. Это священный месяц мусульманского календаря, а также время соблюдения строгого поста. В честь этого главного праздника сегодня и озаряется небо салютами над Блюотер. Это самый большой и самый красивый салют, который я когда-либо видела. Пришло время выезжать из отеля. Я сейчас покажу вкратце наш номер. Начнем с ванны. Такое большое здесь зеркало. В целом норм, но нет лейки. Иногда это прям не очень удобно. Но есть шапочки для душа. Так, вот здесь была небольшая типа кухня, на которой можно что-нибудь себе приготовить. Есть там пару столовых приборов набора. Здесь холодильник. Еще там дальше есть мини-бар. Большая, очень удобная на самом деле кровать. Шкаф. Тоже довольно вместительный. В целом номер такой большой, просторный. Вот этот маленький диванчик мы ставили напротив этого окошка и наслаждались видом. В целом это был неплохой отель. Одно из преимуществ было в том, что из него было удобно добираться в разные точки города. Что к Бурдж-Халифе, что ехать там в Марину, в Крик нам было удобно. То есть он находится близко к центру, прямо напротив вот этого музея будущего. Очень порадовало то, что когда мы прилетели, зашли в номер, очень сильно хотели есть и на столе стояли фрукты. Вроде бы какая-то мелочь, но все равно добавляет каких-то приятных впечатлений об отеле. На этом, наверное, плюсы заканчиваются. Не, ну еще из плюсов можно выделить, что в принципе неплохие были завтраки, у нас были только завтраки включены. Хотя я тоже не могу прям так классно об этом смотреть, потому что каждый день я стандартно там брала омлет, куриные сосиски, салат. Но в целом, мне кажется, по идее тоже было неплохо. Вы люди не гордые? Нет, ну если сравнивать с тем же, там, Египтом в целом, например, в Дубае, мне кажется, всегда почти везде, во всех отелях будет нормальная еда. Из минусов теперь. Мне не понравилось, что не было лейки в душе. То есть была ванная, душ, но который закреплен наверху вот этой лейки, чтобы помыться и не намочить. Волосы не было, но были шапочки для душа. Тоже, не знаю, такой минус, но небольшой. Что еще из минусов было? В отзывах, когда мы читали отзывы, многие писали про то, что стоит какой-то запах. Мы в первый день его не заметили, потом действительно начали замечать. Но это в определенной точке, это вот зона, где мы завтракали. Когда там проходишь, действительно непонятно, чем пахнет, не особо приятно, хочется побыстрее это место пройти. Наверное, может быть, к минусам еще можно отнести то, что это отель не особо современный. То есть там не какой-то классный стильный интерьер, но номер такой, как Леша сказал, в стиле Египта. Русскоговорящий персонал, ну, можно сказать, что его нет. Был один работник, который работал, когда вот мы только заселялись. Он немного, чуть-чуть говорил по-русски. Так все на английском в основном разговаривали. Ну, к плюсам еще красивый вид, конечно, можно отнести. Какой у нас номер был? То ли полулюкс, то ли он семейный называется, как я сначала по фотографиям. Да, мягкая, удобная кровать. Серьезно, она огромная. Я ее показывала, там видно, что она большая. Ну, короче, в целом, если останавливаться в Дубае и не сидеть в номере, а постоянно где-то тусить, то вот так вот переносевать, мне кажется, классный вариант, учитывая то, что там есть еще небольшая зона для кухни, что-то все там приготовить и перекусить. Хотя не знаю, насколько это здесь удобно, ну, в плане выгодно. Мы оставили вещи пока в отеле, багаж, и выехали в центр, на ту улицу, на которой мы недавно гуляли вечером, в кафешку в Ростерс, и вот такой красивый вид. Тоже видна Бурдж-Халифа. Сейчас мы будем пить кофе, ну, я буду пить какао, Леша кофе, и будем, наверное, выбирать квартиру, в которой мы остановимся по прилету в Москве. Потому что до вылета в Дубай мы съехали из квартиры, которую снимали до этого, и у нас, в принципе, были там сутки для того, чтобы найти какую-то другую квартиру и переехать в нее. Но мы поняли, что вот из-за того, что мы торопимся, мы уже там были готовы рассматривать какие-то варианты, которые нам не особо нравились, которые не особо подходили. И мы решили, что это не совсем правильно, и вывезли вещи, короче, все свои на склад, улетели в Дубай и решили, что по прилету уже будем это все решать, будем выбирать квартиру. И потом у нас появились мысли, что, может быть, вообще нам сейчас необязательно жить в Москве, может быть, нам поехать в какой-то другой город, условно, на несколько месяцев пожить где-то еще. Короче, какой-то сейчас вообще такой непонятный, неизвестный этап. То есть, условно, мы сейчас летим в Москву и не знаем, где мы будем в ближайшие дни находиться. Может быть, мы вообще уедем в какой-то другой город. Вот такие вот дела. Я, если честно, очень радуюсь тому факту, что у меня отрастают волосы. Хотя, признаюсь, иногда у меня бывает вот это вот в голове резкое желание снова вот так вот обрезать коре. Но я не знаю, почему. С коре мне приходится, во-первых, чаще мыть голову, а во-вторых, объем вроде бы должен лучше держаться, укладка при коре, потому что волосы короче. Но у меня происходит наоборот. Если у меня слишком длинные волосы, там, по пояс, они плохо укладываются. И если слишком короткие тоже. Я не понимаю, почему. Возможно, я что-то не так делаю. Когда у меня вот такая длина, чуть подлиннейшие волосы, укладка держится лучше. И волосы не так часто нужно мыть. На этом мой дубайский влог подходит к концу. Уже через час мы будем выезжать в аэропорт и возвращаться в Россию. Спасибо тебе за просмотр этого ролика. Мы увидимся в других моих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok